Дорогие дети и педагоги, поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть в 2024 году исполнятся все ваши желания. Пусть наступит мир. Эти поздравительные открытки подписала Наталья Богданова, директор Щелковского историко-художественного музея. Она и сотни других неравнодушных людей нашего округа собрали очередную партию гуманитарной помощи. Это особенно в преддверии Нового года, главного праздника которого с особенным трепетом ждут дети, она отправилась в детские дома Луганской Народной Республики. Поедем мы в костюмах Деда Мороза, чтобы подарить деткам настоящее новогоднее чудо и вручить благожданные сладкие подарки. Также пришел запрос на оргтехнику. Мы купили ноутбук, подобрали швейную машинку, чтобы могли ремонтировать одежду. Дополнительно заказали лекарства для деток, потому что сейчас сезон гриппа и был запрос на лекарства. В гуманитарной миссии при поддержке главы округа Андрея Булгакова принимают участие активные жители Щелково и предприниматели нашего городского округа, члены и сторонники партии «Единая Россия». Очередная поездка организована Щелковским и Фрязинским отделениями партии. В 2024 году эта деятельность продолжится. Как говорит Антон Малинин, который отправился в свою третью поездку, в свой день рождения, это затягивает. Когда ты действительно видишь людей, которые находятся сейчас на освобожденных территориях, когда ты заходишь в Луганский краеведческий музей, и смотритель музея тебе говорит, там, вот и люди спрашивают, а вы откуда? Ну, из Московской области, город Щелково. И она искренне говорит, ребят, вот спасибо вам большое, спасибо России, что вы нас реально спасли. И действительно это сильно цепляется, где-то западает глубоко в душу, глубоко в сердце, глубоко в мозг. Ты уже не можешь это все реагировать по-другому. Ты продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь помогать. А это кадры уже из Луганской Народной Республики. Здесь наших волонтеров очень ждали в трех детских домах-интернатах. Самым необходимым и заветными подарками привезли главное – новогоднее настроение. Так, например, Юрий, который в нашем городском округе известен всем неравнодушным к природе и чужой беде, приехал практически на северном олене, как и полагается, доброму волшебнику. Мы рады, что мы можем помогать Луганской Республике теми силами, которые мы обладаем. И спасибо большое волонтерам и всем организациям, которые поддерживают данную миссию. И я надеюсь, что в дальнейшем мы будем как можно чаще проводить подобные мероприятия. Дарить благо и благо дарить – это про наших земляков. Такими их знают здесь, на земле новой территории нашей великой страны. Дорогие друзья, коллектив Луганской специальной коллекционной школы-интерната, в которой обучаются дети с нарушением слуха, выражает искреннюю благодарность всем жителям города Щелково, города Фрязино за ту помощь, которую вы нам оказываете, за вашу доброту души, за ваше внимание, за ваше понимание наших проблем. Спасибо большое, что помогли нашим ребятам. Это очень важно для нас. Хочу поблагодарить, в первую очередь, Андрея Булгакова за помощь в организации вашего визита к нам за машинку, за медикаменты, за подарки новогодние. Машинка швейная нам как нельзя кстати, потому что что такое интернат? Это там подшить, там зашить, там укоротить. Наша машинка вышла из строя, и ремонт уже не подлежит. И вот эта помощь нам как никогда кстати. Спасибо вам огромное. Нам очень приятно, что вы о нас знаете, о нас заботитесь, о нас переживаете. Для того, чтобы быть волшебником, не нужно обладать никакими магическими силами. Настоящая сила, способная делать мир счастливее, это сила наших сердец, доброта, которая не позволяет оставаться равнодушным к тому, что где-то нуждается в нашей помощи. Пусть Новый год принесет в этот мир еще больше добра. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.